Осень Сентябрь Поэзия Тосклива И выпить хочется еще Две чайки посреди залива Как две слезы в щетине щек С похмелья лечатся поэты В глазах печаль, душе надлом И не листвы, а сигареты Дым ядовитый над столом Фемины ходят, да все мимо А не на корт, затем на пляж Лишь драматург неутомимым Блокнот строчит, падая в раж Насилует свой сотик Критик кричит жене, что не права В искусстве слишком много гитик В поэзии одни слова А солнце тянется к обеду А море трет и трет песет Песок, поэты завершат беседу Заглянут в бар, потом в лесок Потом к столу Чтоб слог был сочен Чтоб сваи в землю Ритм вбивал Поэзия болит не очень Но убивает на повал Эдуарду Филю Прекрасному организатору поэзии и фестиваля У него есть такая строчка Сижу над тарой задумчиво Ну я ему ответил Сижу над тарой со стеклотарой Вот сдам посуду, куплю гитару Куплю гитару, но пить не брошу Без водки бардам не стать хорошим А бардов бабы балуют чаще И любят крепче, чем настоящих мужчин Что знают любое дело Робятые, в барды идите смело Там без нахальства, как без закуски Плевать, что барды не знают русский Плевать, что в песне лишь три аккорда Но борода-то лихая морда Но безразмерный живот и печень Вот запоет он, и крыть вам нечем И не укрыться, как от ней трейна Бери бутылку, ползи с повинной А бард закурит, нальет с приветом И будет петь вам аж до рассвета Восьмистишие Ну там девять строк на самом деле Ну пример Рубцова безумно Покоряет Николай Рубцов Это отдельное явление в нашей поэзии Чужая душа Душа потемки Чужая жена Прекрасно Чужие друзья подонки Чужая война опасна Чужие дети уроды Чужая беда разводима Чужая вина без изъяна Чужая страна нелюдима Там жители Сплошь обезьяны Валерия Брюсова есть гениальная строчка Совершенно гениальная строчка Он написал ее 3 декабря 1894 года То есть безумно давно О, закрой свои бледные ноги Больше там ничего нет Но строчки гениальные Завидую всю жизнь О, утри свои бледные сопли Сладкогласый страдалец поэт Прекрати свои мерзкие вопли Ничего в них хорошего нет Ну зачем ты девиц совращаешь Мужних жен и соломенных вдов Петушиной своих хвост распущаешь Мол, на все и со всеми готов Был бы ты рекетир Или, скажем, депутат Что жалеет народ Мент, стоящий всегда при продаже Ничего не умеешь, урод От тебя лишь разор до убытки Кто в гостях жрал и пил за троих Кто орал про непитых и битых Кто сказал имениннику псих А потом в разгоревшейся драке Кто стонал, закатившись под стол Вы еще попадетесь с собакей Вот куплю у чеченов я ствол И затем, похмелившись изрядно, врал Что вынес всех на кулаках И блевал в непристойном парадном У хозяйки, вися на руках И божился, что больше не будет Что одна лишь стол и тетрадь Да чего же доверчивы люди Если можешь так долго им врать Сгинь, как дым И уже не воскресни Растворись, будто польская спесь Ну а песни? Оставь свои песни Что-то в них слишком манкое есть Пейзаж питерский Опять церквушка На пригорке Стоит утопшая в листву Стук заблудившейся моторки Уходит плавно в синеву Опять над озером в покое Горит заря едва на треть И на душе царит такое Что проще взять да повереть Опять в стволу Насквозь туманном стволов Как призраков столпы А жизнь вся чудится обманом Да чем еще ей можно быть? Опять прощальный окрик стаи Пророчит страшную судьбу Простая боль Совсем простая Округлой дырочкой во лбу Замечательному российскому поэту Наталье Дудкиной Мне выпала честь Два раза работать с ней вместе в жюри Я безумно горд тем Что она наша землячка Она с Урала Ее изумительный иркутский цикл Но это читать надо Это даже комментировать не хочется Посвящение Наталье Дудкиной За все, что честно мне дала Принять не вправе Наотмашь била зеркала Быть против правил За то, что вытащила гниль Из юной плоти За то, что гнала сквозь утиль Оставшись против Смирение лживой и вранья Церковных правил За то, что школу вранья За ней оставил За то, что знала наперед И скот, и точку За то, что женщина змея И днем, и ночью За то, что много долгих лет Манила статью Царица, женщина, поэт Моей земли волшебный свет Небес проклятия Ну и давайте сейчас будем Уже, наверное, заканчивать А, вот еще одно посвящение Еще одной Уральской Еще одному уральскому поэту Нет, давайте скажем поэту Мне просто один раз объяснили Я на всю жизнь запомнил Хочешь понять, как лечить Поэтессу от поэта? Это очень просто Вот Зинаида Гиппиус Это поэтесса А Марина Ивановна Цветаева Это поэт Не приводит, не убавит Я не Симон У нее есть такая строчка Где меня любили Без вопросов Где тебя любили без всяких но Где всегда давали гитару и чай Нынче хлещут виски А пили вино И любили и холили Не взначай А теперь только трахают на ковре До кровати не в силах уже донести Если пулю в немьянском залить серебре То стихи ты успеешь Море без берегов Море выйдет Когда-нибудь Из берегов Ну и Значит На прощание Маленькая такая вещь Она специально Оставлена неоконченной Для того, чтобы каждый Мог закончить ее по-своему Маленькая такая вещица И проснуться От дикого чувства стыда Словно глупости делал И вот воздаяние Словно врал Очень долго и нудно по пьяни Словно шел в добрый дом А добрался сюда Словно девушку продал В бордель за долги После нудно вопил Как чужая мобила Мол, горбатых легко исправляет могила А что поделать Все люди на свете враги Словно с детским сачком Под ночной звездопад Вышел звезды спымать Очень гордо и твердо Пил не с тем Спал не с той Даже бил не те морды Словно жил День за днем Не в попад Не в попад Спасибо